Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. От кризиса в отношениях не застрахована ни одна пара. Однако неизвестно, когда он наступит и оставит для нам возможность хоть что-то исправить. Мои отношения рассыпались вдребезги через 4 года. Из-за этого мне нужно начинать жизнь с нуля. Но ни сил, ни желания делать это у меня нет. Со своим парнем я познакомилась, будучи еще студенткой. Меня отправили на практику в другой город. Наша встреча была секундной, но потом он нашел меня и все закрутилось. Я до сих пор не понимаю, чем он смог меня очаровать. Единственное, что у него к тому времени было, это куча вредных привычек. Что ж, вызов принят. После окончания учебы я переехала к нему. Поступила здесь с ним в аспирантуру. С работой он мне тоже помог, устроив меня на своем предприятии. Мне понадобился год, чтобы заставить его бросить курить. Но у меня получилось. Минус одна проблема и, казалось бы, жизнь должна начать налаживаться. Но не в этот раз. Теперь далась в знаки еще одна привычка при страсти к спиртному. Не спорю, оно было и раньше, просто теперь набрало неслыханных оборотов. Больше всего она сказалась на его характере. Парень стал слишком раздражительным и вспыльчивым. И теперь так он реагировал абсолютно на всех. Даже незнакомцам не раз доставалось на орехи от него. Я больше не могла с этим мириться. Похоже, это его немного отрезвило. Он не раз обещал мне исправиться, звал замуж, дарил дорогие подарки и снова все шло по кругу. Несерьезно это все как-то. И я уже не уверен, что это именно мой человек. Все это время мы жили в квартире его родителей. Они были рядом и всегда пытались там финансово помочь. Я пыталась обсудить поведение парня с ними. Надеялась, что они повлияют на него. Зря. Они свято верят, что вскоре это пройдет. Главное, чтобы я была рядом, ведь хорошо на него влияю. Мне нравился этот город, работа, у меня впереди два года обучения в магистратуре. Но, похоже, судьба решила загнать меня в тупик. Я не готова от этого всего отказаться и начать строить новую жизнь где-нибудь. Но и здесь оставаться сил больше нет. Плюс, его родители много для нас сделали, и я им за это очень благодарна. Из-за этого я чувствую, будто привязан к ним этим чувством благодарности. Возможно ли разрешить эту ситуацию так, чтобы никому не навредить? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.